Пожарные обнаружили 11 погибших на месте тушения пожара в частном пансионате в селе Ишбулдина в Башкирии, сообщили во вторник в пресс-службе МЧС РФ. В 0 часов 53 минуты поступило сообщение о пожаре по улице Кизильской в населенном пункте Ишбулдина Обзелиловского района Башкирии. В ходе тушения на месте пожара обнаружены 11 погибших, сказали в пресс-службе. По данным ведомства, на момент прибытия пожарных, одноэтажное здание горело по всей площади. Из здания самостоятельно эвакуировались 4 человека. В 4 часа ровно по московскому времени пожар был потушен. Площадь возгорания составила 72 квадратных метра, это общая площадь дома, в котором располагался пансионат. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работает следственно-оперативная группа, дознаватель МЧС России. На место направлены эксперты испытательной пожарной лаборатории. Организовано оповещение родственников, оказывается психологическая помощь, добавили в МЧС. Как сообщил источник в экстренных службах, персонал пансионата, по предварительным данным, смог спастись при пожаре, погибли только пожилые постояльцы. Предварительно, среди спасенных только персонал, постояльцы, а это пожилые люди, погибли. Частный дом престарелых полностью сгорел, сказал источник. По его словам, пансионат не имел лицензии на постоянное проживание постояльцев. У частного пансионата дом престарелых, дом милосердия, была лицензия для предоставления социальных услуг престарелым и инвалидам без проживания, сказал собеседник агентства. По данным источника, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Неосторожное обращение с огнем предварительно стало причиной возгорания в частном пансионате Вышбулдина, отметил он. По данным из открытых источников, пансионат располагался в деревянном одноэтажном частном доме. В нем в 2019 году была зарегистрирована автономная некоммерческая организация Центра социального обслуживания населения «Дом престарелых», «Дом милосердия». Годом ранее здесь же было зарегистрировано ООО «Ахэ» с видом деятельности по оказанию помощи на дому для лиц с ограниченными возможностями развития, душевнобольным и наркозависимым. Данных о том, проводились ли проверки учреждения, нет. За постояльцами сгоревшего дома престарелых в Башкирии следила Альбина Давлячина. Кроме того, ей помогала 15-летняя дочка хозяйки пансионата Ангелина. Сейчас она вместе с остальными спавшимися находится в больнице с обморожением. Владелицу сгоревшего дома престарелых сейчас допрашивают следователи. Рассима Махиянова купила частное здание и зарегистрировала его как дом престарелых лишь год назад. Тогда же были и последние проверки, все они прошли гладко и до вчерашнего вечера к Махияновой претензий не было. В здании было два этажа, на первом жили семь человек, на втором шесть. Спастись смогли лишь три постояльца и дочка Махияновой, которая в этот момент была в доме. Когда начался пожар, они выбежали на улицу и пока ждали спасателей, получили обморожение. На улице в тот момент было минус 18 градусов. Причину возгорания пока не определили, на месте работает Следственный комитет и МЧС.